Происшествие, которое изначально назвали терактом, позже переквалифицировали на часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийство двух и более лиц общеопасным способом. Вечером того же дня, 17 октября, взрывотехники нашли в колледже второе взрывное устройство. К вечеру его удалось разминировать. Других взрывных устройств и оружия обнаружено не было. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие проверит, находился ли молодой человек, устроивший стрельбу в Керченском колледже, под чьим-то влиянием. Что касается студентов Керченского колледжа, где прогремел взрыв, то их переведут в другие учебные заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. По информации Министерства здравоохранения Республики Крым, в эпицентре катастрофы работали 9 бригад скорой помощи. Было развернуто 8 операционных в медучреждениях Керчи, 2 операционные в Ленинской ЦРБ. Крыму объявлен трехдневный траур. После трагедии в Керчь в учебных заведениях России усилят меры безопасности. Об этом сообщает Министерство просвещения. Меры примут в течение нескольких месяцев во всех средних и среднеспециальных учебных заведениях. Трагедия, которая потрясла город Керчь, эхом разнеслась по другим регионам. Панихида по погибшим в Керченском политехническом колледже прошла в Валаамском монастыре 18 октября. В главном Спасо-Преображенском соборе на скитах и подворьях монастыря служили панихиды по почившим. 19 октября в Кафедральном соборе Рязани также прошла заупокойная служба по погибшим. В настоящий момент во многих городах страны проходят траурные акции. Жители приносят цветы и игрушки к мемориалам в память о погибших. Мероприятие прошло и в Рязани в пятницу 19 октября. Оно носило символическое название «Керчь, мы с тобой». Принять участие мог любой желающий. Выразить соболезнования родным и близким погибших. Почтить память почивших. Каждого человека сюда привело что-то свое, глубоко личное. Мы узнали из соцсетей и приехали. Если это общественная инициатива, то мы тоже скорбим. Как не принять, если это наши сограждане? Я даже не знаю, что здесь сказать, честно говоря. Я вчера ходил в храм, поставил свечку. И поблагодарил Бога, конечно, что моя сестра не училась в этом колледже. Но я понимаю, что есть также родители, дети, чьи погибли. Это просто прискорбно. Как и все, мы, наверное, поддержим Керчью. Очень жалко ребяту, само ребенок. Поэтому поддерживаем весь Керчью и скорбим вместе. Поэтому пришли. Это наша обязанность, наши дети. Люди приносили цветы, ставили свечи, лампадки. Все разного возраста и социального статуса. 19 октября они пришли на центральную площадь города. Чтобы еще раз сказать, вы не одни. Мы разделяем вашу беду. К сожалению, назвать мероприятие массовым нельзя. В будний день пришло несколько человек, которые, возложив цветы у памятника, расходились. Никакой минуты молчания в этот день не было. Просто обычные граждане, которые выразили свою поддержку, возможно, так необходимую в эту минуту. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.